это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер 15 октября день рождения писателя ильи арнольдовича ильфа в этом году мы празднуем его 125-летний юбилей писателя чье имя вроде бы всегда на слуху и в то же время несколько скрыт почему так и о чем на самом деле писал илья ильф то друзья есть о чем поразмышлять ладно ближе к телу как говорил мопассан частям прибыть в город черноморск форма одежды караульная рубите марш командовать парадом буду я органично когда автор входит в память народную вместе с персонажами своих книг лев толстой и анна каренина федор достоевский родион раскольников и далее 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 однако зачастую на первое место выходит сам автор константин паустовский даниил хармс юрий трифонов владимир маканин и так далее а бывает что автор в принципе не ассоциируется со своим персонажем отходит куда-то даже ну на второй план что но есть особые случаи когда память народная хранит прежде всего героя литературного героя вот именно так и произошло со стопом бендер так а что же его создатели илья ильф и евгений петров очень часто их творческий союз точно склеивая в одно как бы проговаривать едва ли не скороговоркой ильф и петров и говоря современным языком ну позволю себе так выразиться может ли данный бренд ильф и петров соперничать в полной мере с такими брендами как например золотой теленок и 12 стульев ну согласитесь не факт причиной тому во многом блестящей экранизации соответственно произведений 12 стульев и золотой теленок блестящей экранизации с блестящей режиссера режиссура и блестящими актеры и во многом именно благодаря этим фильмам в памяти народно эти произведения остались как ну скажем так ироничные сатирические юмористический даже однако на самом деле романы эти и прежде всего роман золотой теленок это романы трагически да да именно так причем они трагичны но сквозь скажем так призму христианского мировосприятия и во многом статьи именно золотой теленок стал предтечей знаменитого романа михаила булгакова мастеры маргарит ну расширяя я бы сказал так 12 стульев и главным образом золотой теленок романа своего рода последних временах о конце старого миропорядка и начале но согласитесь друзья это весьма и весьма актуально именно сейчас не случайно в свое время две эти книги не сразу приняли публикации их путь лежал читателю сквозь проблемы трудности рытвины и ухабы ну достаточно сказать что перед тем как дойти к советской аудитории в сша золотой теленок и 12 стульев уже успели стать бестселлерами а вот в советском союзе цензура беспощадно щипала резала и кромсала два этих великих текст и на тот момент уж совсем большой литературный начальник александр фадеев критикуя роман золотой теленок сосредоточился на личности остапа бендера мол авторы знаете ли слишком сочувствует ему этому бендеру этому аферисту на к на самом деле время показало что фадеев должен был сосредоточиться на совсем другом персонажа о ком я говорю да конечно же говорю о корейка вот то здесь главный баламут и возмутитель спокойствия вот кто здесь главное зло ну когда я говорю зло конечно ильф не выписывал с петровым его как там не знаю беса верховенского у достоевского нет конечно однако да пусть ильф и петров предпочитали другие краски но зла от корейка не меньше а может быть и больше особенно в наше время как вы говорите фамилия подпольного миллионера корейка корейка прекрасная фамилия вы не заметили балаганов у меня есть седые волосы и как нет будут нам предстоят великие бои вы тоже поседеете балаганов и смотрите он прежде всего приспособленец такой себе обыденный людоед ненормальный в своей нормальность да он ведет казалось бы обычную весьма благопристойную жизнь однако постоянно пожирает сжирает людей их человеческие судьбы и очень жаль знаете ли что ильф и петров так и не дописали задуманный ими роман подлец очень серьезный очень обстоятельный текст посвященный как раз таки теме приспособленцев вот сейчас бы эта тема звучала особенно острым однако с другой стороны возможно допиши они его да не факт что он дошел бы до своего читателя такая вот говорю скользкая опасная тема ведь смотрите получилось так что мир оказался населен вот этими внешне нормальными но внутри совершенно инфернальными корейками и проходит уже 70 лет и другой совсем другой автор американец брэд истонелли спишет свой гениальнейший роман антипотребления американская психа этот роман на патрике бейтмене япи успешным бизнесмене таком хлыще который то ли на деле то ли в своих фантазиях является серийным маньяком но где связь между ильфом и петровым и через 70 лет брэд там истоном эллисон а связь в том что если вы присмотритесь то увидите сколько таких вот бейтманов и кореек вокруг киса мы чужие на этом празднике жизни кто они кто эти персонажи кто эти реальные люди да пожалуй что это прежде всего вот эти самые холеные чиновники с их бесконечной бюрократии предписаниями поборами все эти бизнесмены топ-менеджеры олигархи с их мертвичины равнодушия вот эти все подпольные миллионеры о которых мы знаем что они вовсе не подпольная вполне реальные миллионеры да друзья корейки съели остапов бендеров уничтожили их звонкая бюрократия остудила романтику бесчувственно уничтожила человеческая да конечно это было человеческая у того же бендера со всеми пороками грешками терзаниями иллюзиями но это было человеческое а вот корейка это уже чиновничая мертвичина равнодушия и ильфы петров предсказали победу вот таких вот персонажей возможно раньше других предсказали они показали то что такие как корейка засевшие в самых высоких кабинетах это конечно да успешные люди но прежде всего они лакея и халуй с их вечным чего изволитесь с их страхом принести плохие вести донести их до начальства значит предпринять какие-то изменения не больше всего бояться вот этих самых перемен и трагедия в том что лакей абсолютно лишён чувства беды он вообще не понимает масштабов происходящего а потому абсолютно глух нему он готов погубить человечество народ да что там все человечество ради собственной выгоды что мы и наблюдаем вот о чем писал или писали ильф и петров прежде всего интересный вы человек александр иванович все у вас в порядке удивительно с таким счастьем и на свободе борьба за человека за человеческое достоинство и человеческий выбор вот и главная тема илья ильф блестяще развивает ее в своих записных книжках опять же в ссср они ясное дело публиковались не просто сокращениями не просто выборочно редакторы искали там что-то забавное весело и главным образом к тому подпускали читать однако прочесть записные книжки ильфа нужно обязательно в полном объеме в них предвестие расшифровка катастрофы в том числе и той которая происходит сейчас да безусловно ильф был очень ироничным человеком однако знаете в нем была вот такая вот особая оптика восприятия которое позволяло ему ну ставить диагнозы тому обществу человеку в принципе находившемуся рядом и его увлечения в начале двадцатых годов фотографии не было случайностью это было своего рода направление поиск себя при этом другой великий писатель юрий алеша вспоминал что сам ильф называл себя зевакой я зевака хожу и смотрю говорил их но из этих отнюдь непраздных зевак наблюдений появились образы те которые живее всех живых оказались и даже в наше время а может быть и прежде всего в наше время вы знаете кто этот мощный старик это гигант мысли отец русской демократии и особо приближенная к императору и конечно же сам стиль письма язык ильфа достоин максимального восхищения это вообще тот писатель которому которого необходимо перечитывать его коллегам учиться у него потому что действительно у и ильфа очень много писательского здесь нужно уметь учиться его мастерству вообще сам он он прошел такой очень интересный путь от журналиста который учился работать со словом и учился прежде всего подмечать детали важные детали он прошел путь до действительно большого русского писателя который умел выделять системообразующие главное вместе с тем то что скрыто отсюда и появлялись вот эти народные полотна ну не можем же мы из нашей реальности из нашего сознания вычеркнуть золотой теленок там 12 стульев и так далее и опять же повторюсь что ильфа нужно штудировать его коллегам писателям но нужно штудировать наверное еще и тем например его письма к жене эти письма полной любви кто учится пониманию состраданию другому человеку фотограф человеческого именно таким останется в памяти народной илья ильф и с каждым годом подчеркиваю это его наследие будет только актуализироваться потому что у или арнольдовича особая ну выражусь фотографически особая глубина резкости и вот эта глубина резкости на самом деле доступна человеку не только большого таланта но и колоссального труда человеку много если угодно пострадавшим и вот опять же ильф принимал многие испытания стоически дабы передать свой опыт своего рода послания в капсуле узнаете вот закладывают такие да а потом пишет нам вскрыть надо через 50 через 100 через 200 лет такое послание потомкам в капсуле в то же время ильф сумел сохранить свое человеческое достоинство он не торопился вскочить в открытую дверь в это условное счастье так что в его случае случае ли ильфа капсулу эту с посланием его книги надо открывать ежедневно ведь это на самом деле не о прошлом это о настоящем о нас с вами о той стране где комедию так сложно отличить от трагедии но вот пока мы друзья способны это делать отличать комедию от трагедию учиться сострадать ну что тут скажешь тогда заседание продолжается господа присяжные заседатель и так заседание продолжается это была программа игра в классике меня зовут платон беседен берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам друзья любви и терпения берегите себя